Пора запасаться респираторами. Экологи создали карту самых загазованных точек города. Таковыми оказались центральные Октябрьские округа. Впрочем, неблагоприятные участки есть во всех районах. Причина не в выбросах промышленных предприятий или ТЭЦ, а в выхлопных газах автомобилей. Именно в них содержатся химикаты, некоторые из которых особенно вредны. Юлия Боброва расскажет, где в Омске дышится легче. Оксиды азота – одни из компонентов выхлопных газов. И по мнению ученых, они в числе самых вредных веществ в воздухе. Именно их содержание в омской атмосфере и замерили ученые. Исследования провели летом вечером в час пик. Именно в это время концентрация газа в атмосфере самая сильная. И судя по этой карте, практически все мечи дышат вредными выбросами. Желтый означает, что нормы не нарушены. Розовый сигнализирует о том, что предельная концентрация превышена уже в 2-3 раза. Но есть и районы, которым особенно не повезло. Здесь цвет красный, коричневый и даже черный. Ожидаемо советский округ, где много промышленных предприятий. В 5, а то и в 10 раз норма содержания оксидов азота превышена в районе улиц. Заозерный, химиков, энтузиастов и Красноярского тракта. Почти в 15 раз в районе кинотеатра Первомайский. Зато выдохнуть могут жители проспекта Мира. Там на отдельных участках вредных веществ и вовсе не нашли. Не повезло тем, кто живет в Центральном и Октябрьском округах. В центре города вредных веществ в 10 раз больше нормы. Хуже всего в районе остановок. Дом туриста, жемчужина и голубой огонек. Зато спокойны могут быть те, кто живет в частном секторе Центрального округа и в районе Московки. Кстати, грязные зоны есть и на левом берегу, который считается одним из самых чистых районов города. На улицах Бульвар, Архитекторов и Лукашевича нормы превышены в 5, а то и в 10 раз. Кстати, именно на левобережье находится самая загрязненная точка Омска. Вы попадаете в нее, съезжая с Ленинградского моста. Там нормы превышены в 15 раз. Хотя, казалось бы, рядом зеленая зона. Вся проблема в том, что машин становится больше, а городская инфраструктура развивается неправильно. Например, возле перегруженных дорог строят большие торговые комплексы с парковками. По крайней мере, так говорят эксперты. Позволяют строить пункты или объекты интенсивного притяжения пешеходов и транспорта. Маркса, у нас есть маршала Жукова, десятилетия. Всю торговлю, а там, где очень много народов, вот мы все туда должны собрать. После этого получается кризис, серьезный, если назвать это коллапсом. Ученые уверены, если пересмотреть транспортные потоки и тщательнее выбирать места для постройки очередных магазинов, проблема решится. Это делать нужно уже сейчас, ведь по прогнозам в следующем году в Омске станет на 40 тысяч машин больше. Так что дышать станет еще тяжелее. Продолжение следует...